600-й указ президента, майский, так называемый, он запустил мероприятие по сносу аварийного жилья. Ликвитация аварийного фонда и, как вы все знаете, мы все знаем, такая программа существовала. В Орловской области, в городе Орле она реализовывалась, граждане были переселены. Но наша позиция в том, что если люди переселены, но дома еще не снесены, значит программа еще не закончена. В Орле более 20 заброшенных домов людей переселили, а здания так и не снесли. Например, на улицах коллективный, автовокзальный, широко холодный. Эти дома были расселены несколько лет назад. Об эстетике даже говорить не буду. Полуразрушенные здания просто опасны. Особенно для затворы, которые интересы ради может принять один из таких домов за игровую площадку. Совершенно не задумываясь о том, что дом может рухнуть так же. Подобные объекты привлекают внимание наркоманов и бомжей. В администрации города уверили, что дорожная карта по сносу расселенного жилья уже создана и в ближайшее время появится на сайте администрации. Работа по ликвидации уже началась. На Угорском шоссе, где сейчас ведется интенсивное строительство, вы можете увидеть ряд снесенных объектов, которые были у нас на Полеско-Лесково, пересечении. Сейчас работы начинают вестись на широко холодный. То есть достаточно большой объем работы. Снести многоэтажку – дело затратное. Требуется минимум 200 тысяч рублей на одно здание. Для бедной городской казны заметный расход. Поэтому часть пустующих домов хотят предложить снести застройщикам, чтобы потом на более выгодных условиях они могли построить новое жилье. Полностью осуществить снос старых расселенных домов обещают в следующем году.